Уже спешим отметить, что в Генштабе Вооруженных Сил Украины подтвердили, что за прошлые сутки был уничтожен один самолет. И в свою очередь также, возможно, идет речь и о том Су-57, то бишь подтверждение его уничтожения, один из самых современных российских истребителей. Ну а в свою очередь этот современный истребитель Су-57 впервые за время полномасштабной войны был поражен на территории аэродрома Ахтубинск в Астраханской области Российской Федерации. Что немаловажно, расположен аэродром почти в 600 километрах от линии боевого столкновения, сообщили в Главном управлении развитки Украины. Факт уничтожения Су-57 подтверждают спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме противника. Как Украина поражает российскую авиацию в материале Натальи Гусак далее. Су-57 – самый современный истребитель России, способный наносить удары высокоточными ракетами. Его серийные поставки начались в 2022 году на вооружении Воздушно-космических сил России. Было всего шесть единиц этих боевых самолетов, сообщает украинская разведка. Один из них был поражен 8 июня 2024 года на территории военного аэродрома Ахтубинск. Это подтвердили и российские источники. Да, вчера аэродром в Ахтубинске подвергся атаке БПЛА. Три штуки долетело. Осколками получил повреждение Су-57. Сейчас определяется, подлежит он восстановлению или нет. Если нет, то это будет первая боевая потеря Су-57 в истории. Из сообщения российского блогера в Телеграм. В Главном управлении разведки заявили, что об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Первый датируется 7 июня. На нем виден целый самолет. На втором снимке от 8 июня, по информации Главного управления разведки, возле истребителя появились воронки от взрывов и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения. Это тот самый самолет какого-то там пятого поколения, который должен быть невидимым для систем противовоздушной обороны. Именно во время первого полета в 2022 году наши силы ПВО его не просто заметили, но и сопровождали во время его полета. И знаете, чем это закончилось? Су-57 просто сбежал. Понял, его видят, хотя он невидимый. Невидимым он теперь стал после действий нашей разведки. В рамках действующей госпрограммы до 2027 года Воздушно-космические силы России должны получить 76 истребителей, пишет издание «Важные истории». Как сообщали в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ, стоимость Су-57 по состоянию на 2018 год была около 2 миллиардов рублей. Украинские войска и спецслужбы постоянно сбивают российские самолеты. Так, бойцы 110-й бригады ВСУ сбивают российские Су-25 практически каждую неделю. По данным на 18 мая этого года, потеря российской авиации – 326 вертолётов и более 350 самолётов. Только с начала 2024 года ВСУ уничтожили около 30 истребителей-бомбардировщиков, а также воздушный командный пункт Ил-22, с которого можно управлять войсками во время боевых действий. В Армении горит всё, самолёт упал или что-то, и там ещё что-то взрывается. Уничтожены и два А-50 российские самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, благодаря которым силы РФ управляют атаками своей ударной авиации и обнаруживают в небе украинские самолёты. Первый А-50 россияне потеряли за 100 с лишним километров от украинской границы, второй – за 250. Если одну потерю такого суперзащищённого самолёта, прикрытого со всех сторон, да над своей территорией ещё можно списать на случайный фактор, то вторую точно такую же один в один уже точно нет. Фактор явно системный. Анатолий Несмеян, российский политолог, в Телеграм. Украина уже начинает вытеснять Россию из авиапространства оккупированных территорий, а разрешение Запада наносить удары предоставленным союзниками оружием по военным объектам на территории РФ может привести к тому, что противнику придётся прятать свои самолёты вглубь страны. А если Украина получит разрешение на использование ракет Атакамс, то сможет достать до всех российских аэродромов, на которых вблизи украинских границ базируется тактическая авиация России.